Итак, ребята, всех приветствуем. Отправимся мы сейчас в лагерь Карха, в котором мы еще не были. Возможно, нас там ждут какие-нибудь квестики. И после этого можно будет уже вернуться к выполнению основного сюжетного задания. Так, ага, пэта-то у меня и нет уже. Ясно. Почил он, видимо, там в одной из последних битв, когда мы охотились на... Точнее, нет, защищали лагерь. Ну да ладно. Так, а если лагерь там, то зачем он мне показывает туда идти? Типа, что там не пройду? Да нет, вполне себе напрямик можно пройти, но... Ладно, не сильно нам это делает погоду. Какая-то башня интересная. На которую, очевидно, можно взобраться. Так, а я могу тебя оседлать? Нет, к сожалению, не могу. Сколько у меня вообще веток, интересно? 238, но что-то подубавилось до этого, конечно, как будто бы значительно больше было. Башня как-нибудь вопросиком помечена? Да, башня помечена вопросиком. И я угадал, тут есть один второстепенный квест. Он уже отображается нам на карте. Такой цвет пошел бы моим доспехом. Так, соберем барашку. Тем более, что из него что-то там фиолетовое выпало. Отлично. Добро пожаловать в страницу. И вам приветики. Крепкий, высокоточный лук. Ну и опять у меня циркулятора, жвачника нету, к сожалению. Коршун, сикач, ну ладно. Хотя я могу что-нибудь продать, наверное. У меня там всякого вот этого уже накопилось. Нам вообще будь здоров. Мощный охотничий лук, охотничий шепот. Так. Во, сравнить максимальный уровень. Мощный охотничий лук будет мощнее. Немного, но мощнее. На лук шепот. Ну, прям каплю лучше. А что у него урон при маскировке, а у этого шанс к этическому попаданию. Хотя он при этом стоит дешевле. Даже улучшенным. Очень странно. Тут параметры вообще разные. По-хорошему, как и тут. Нити мёты. О. У этого косы на пробитие, а у этого ещё и на вот это. Вот это можно продать тогда. Хотя, можно и сравнить. Прототип шипомёта и ударный шипомёт. Ударный шипомёт можно продать, я так думаю. Так, продать. Копьё продать нельзя. Короткий лук карха. Ну, мне на вот этот всякий там урон и пробивание вот как будто бы не сильно нужно. Вот, если честно. В одежде бы ещё, конечно, тоже по-хорошему прибраться. Ну, да ладно. Инструменты, ценные предметы. Неплохо, на 1700 аж продали. Надо куча всяких ресурсов, которые мне понадобятся ещё когда-нибудь. Но фигурки, конечно, тоже пока продавать нет смысла. О, а вот всякие недоловушки. Это улучшенное, это улучшенное. Так, улучшенная водяная ловушка. Поэтому обычную ловушку мы продаём. Так, кислотная ловушка, улучшенная кислотная есть, продаём, не надо. Да, они, кстати, без шарика, как можете заметить. Так, это водяная, кислотная. Ага, других у меня нету, понятно. Всё, немножко подраскидались. Так, почитаем, что-то написано. Так, письмо из дома. Брагув, огонь сердца моего. Наша кузня опустела без твоего смеха. Но я знаю, что ты пошёл за осколками, которые нам нужны. Малышка Эрта говорит, что нам нужно построить на них кузню до самых небес. Я подарила ей молоточек, чтобы она могла играть в мастера. Элгрунт его отобрал. Ты ведь знаешь, что он не верит в женщин-кузнецов. А вот со мной в таком тоне он говорить побоялся. Так что молоточек я вернула. А Элгрунту стоит думать о более серьёзных вещах. Город опять затопило. Из-за того, что мы срубили на дрова слишком много деревьев. Холмы стали лысыми. Какой, как мой дедушка. Начались оползни, а потом в долину полилась вода. Вилгда считает, что нам надо сажать деревья. Лес укрепит почву и обеспечит нас дарами в будущем. А Элгрунт говорит, что вместо этого мы должны строить дамбы. Он старейшина. Что тут поделаешь? Так, дальше что у нас? А, всё? Нет. Вилд Гоу мало кто слушает, но в последнее время её начали уважать. Она ведь придумала насос для откачивания воды. Теперь такие насосы продаются по всей жиле. Эрта хочет за ней... Эрта ходит за ней как привязанная и задаёт вопросы. Надеюсь, твой лагерь не накроет бурей. Эрта по тебе очень скучает. Огонь моего сердца горит в ожидании тебя. Бур Гренда. Ну, судя по всему, какая-то семья кузнецов. Ты сказал, что это лучшие собиратели во всей жиле. А ты сказал, что тут будет куча артефактов. Разве я не нашёл вот это? Это поднос. Клянусь солнцем! Даже самые умелые мастера в Меридиане не добились бы такой симметрии. Интересно, что б притечи на нём подавали? Морепродукты? Закуски? Это поднос! Ты ещё кто? Рушавеет. Ты и солнце не узнаешь, если оно на тебя упадёт. Это спасительница Меридиана. Та, что видит невидимое. Ты пришла за ними, да? За... чем? Реликвии. В озере их простотьпа. Что-то грандиозное случилось тут в древности. Могу я взглянуть? Даже вышеловка. Тут много данных. Может, за лекарем послать? Что бы это ни было, оно рассказывает о системе мобильной защиты. Оооо! Так это крышка для защиты еды? Нет. Скорее, речь о том, что может защитить тебя в бою. Где вы это нашли? На раскопках. Но там теперь целое стадо машин. И если они не исчезнут по волшебству, мы уходим! Неужели тебя не тянет узнать, что здесь произошло? Может, и узнаем. Почему вы пришли именно сюда? Каждая экспедиция начинается со слухов. Когда-то Накт прогнали наших воинов с запада, вернувшиеся солдаты рассказали об озере, хранящем следы древних. Стоило мне услышать те байки, я понял, что тут будут кучи артефактов. Только эти байки не стали явью. Пока что. Бережди бурю, и наградой тебе станут лучи солнца. На востоке хватает руин. Почему вы решили искать так далеко? А, пока мои коллеги раз за разом обыскивают все те же руины, я нашел свой путь. Гендес многословный. Я стал первооткрывателем тайн запада. Я прославлюсь подобно великому Араму. А ты не очень-то в это веришь. Я продаю знати артефактов. И моих благородных клиентов вряд ли привлечет какой-то поднос. Какой же ты дремучий. Все эти экспедиции нужно как-то оплачивать, а мы все еще не нашли ничего, что покроет издержки. Значит, на раскопках вас атаковали машины? Это был кошмар. Когда мы прибыли сюда, все было тихо и спокойно. Я заметил отблеск в воде и рванул туда. Нашел этот поднос. Он настолько очаровал меня, что я не заметил подступающей машины. Я и два ноги унес. Я все видел. Ты сразу побежал очень быстро. Конечно! Ты-то был на безопасной дистанции! Так или иначе, я надеялся, что Азерам с ними разберутся. Это же вроде лучшая поисковая команда во всей жиле. Они лишь начали ныть о доплате за опасность. Ха! Размечтались. Сперва нужно найти обещанные сокровища. Где ваши раскопки? Думаю, искать информацию об этой системе защиты нужно именно там. Может, выясню, что тут произошло. Тут совсем недалеко. Иди на запад, к озеру. Я знал, что мы не просто так встретились, спасительница. Представляю, какие еще истории ты принесешь, когда еще раз осмотришь озеро. Надеюсь, правдивые. Сегодня само солнце осветит. Так. Окей. Побочные задания. Что за в поисках ответов? Таланта продолжает поиски Амадиса. Судя по всему, он отправился дальше на запад в поисках гнили. Старой тюрьмы Танак. Дождитесь новостей. А, ну понятно. То есть, видимо, нам нужно было уровень определенный взять, чтобы разблокировать это задание, потому что оно уже раньше заблочено было. Ну ладно. Так, утонувшие надежды. Так, аж 400 метров топать. Ну, давайте. Насколько далеко? Ох, в воду. Но зато через башню. Я как раз хотел через нее пройти. Надо бы пойти в те раскопки. Разберусь с машинами и поищу что-нибудь о системе мобильной защиты. Так, ну, даже не знаю, с чего начать. Парни-то серьезные. Ну, кажется, пока их можно не трогать. Так, ресики полезные. Так, ну меня этот товарищ впереди смотрит. Поэтому пока что этого я не стал трогать. Да не зыркай ты. Так, теперь сюда суслик идет этот. Блин, надо было пока он там стоял свалить. Камни. Ммм, ну сейчас уже лишнее. Так, 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 так. Класс. А, все-таки забил их. А то мимо них катилось все это время. Так, откуда-откуда? Ой. Давно меня такие говноюниты не убивали. Окей. Да, ё-моё. Ладно, хотя бы добираться недалеко. Зайдем так же, чтобы я там пролутовал все, что вижу. Там по пути сундучок был. Ммм, ладно. Да, я же нажимал. Да, блин. Ну, два раза так помереть, конечно, к ряду, это вообще жесть. Не успела, видимо, отлечиться должным образом. Окей. Ладно, видимо, не стоит торопиться. Аккуратно зайти в кусты и их там по одному... По одному вылавливать. По одному вылавливать. Ну, пошла заруба. Оно рассыпается. Последим за состоянием здоровья. Готово. В хозяйстве все пригодится. Тут еще сундук где-то был. Так. Хлы все собираем. Так. Отвлекся немного. Но снова в строю. Что у нас наверху? Ничего. Ну так-то офигеть какая погрешность при стрельбе. Что там можно очень сильно мимо целиться и попадать. А тут вот прям каплю мимо и все, уже нет, не засчитывается. Ух ты, на автомате включается. Растения. Так, а тут немножко рисиков. Похоже, это была крепость Карха. Наверное, ее бросили когда-то Накт оттеснили Карха к свету пустоши. Стоит тут все осмотреть. Ничего. Жаль. Видимо, можно будет снизу потом как-то приоткрыть все это дело. Стебли металлического цветка. Но они не перекрывают путь наверх. Угу. Ну да, по-любому туда вниз можно спуститься, а потом там в темнице подняться. Хм. Туда я не допрыгну. Дерево прогнило. Его можно проломить чем-то тяжелым. Видимо, нет. Не дотянуться. Надо бы на что-то встать. Отлично. Ладно. В целом сойдет. Не самое изящное решение. Пойдем со мной. Да ладно. Ну ты че? Ну. Ну. Во. О. Сойдет. О. Повзрываем немножко. Так. А в темницу все-таки придется взламывать дверь. Веток хоть получили, которые я уже ленюсь собирать. О. Так. Сюда нам надо. нет. Нет. Ладно. Хорошо, что он не сильно долго подниматься назад. Да, блин. Да, блин. Да, блин. Спокойствие. Спокойствие. Ну вот. Все. Просто там есть такой момент, что когда мы пытаемся запрыгнуть на этот кубик, ее начинает немножко на этом кубике выравнивать. и когда казалось бы, что мы уже встали ровно, оказывается, что нет. Нифига. Ну вот. Ага. Вот. Вы что задумали. Угу. Ну, плохо планирует. А, ну да. Угу. Нет, ничего не стоящего. Угу. Нет, нет. И чё, я вообще зря сюда лез. Вот тут вообще два вопросика было, но... Так, ну этот цветок понятно. Какие-то вентиляционные панели. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это я, конечно, мощно поторопился. А ещё я мог на крышу туда спрыгнуть. Ага, но есть альтернатива. Пойдёт. Всё-таки получилось. Теперь назад. Всё-таки надо заняться этой историей с раскопками. Енотик, мне пока не до тебя. Аж до ночи дотянули. А вот и машины, о которых рассказывала Гендас и Рушавик. Серьёзные парни. Хотел по стелсу подкрасться, но... О-о-о. Ну давай, подходи. Ну-о-о. Всё, слился. Это можно исправить. Да блин. Опять всё, зафейлил. Да! Офигеть. Ну, надеюсь, башню мне не надо будет сначала перепроходить. А то бы это было совсем жесть. Да, супер, спасибо. Так, этот товарищ идёт назад. Угу. Так, сейчас ещё одну мелкую машину завалим. Здоровые тут по периметру ходят, так что, возможно, я смогу даже не ввязываться с ними. Ну, драку. Так, прячемся. Хоть куда-то. Лучше места просто нету. Ладно. Ого. Ого. Проект. Нормас. Один засасывает, другой камнями поливает. Ух ё. Так, делаем. Так, делаем. Так, делаем. Так, 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 так. Пошла жара опять. Так, потеряла детальку. Так, потеряла детальку. Так, все чисто. Тут больше ничего интересного. Но эти руины ушли под воду. Жаль, я не умею глубоко нырять. Ну, ты же не умеешь глубоко нырять. Так, интересно, за это отвечает какое-то дальнейшее устройство или какое-то умение, которое нужно раскачать. Тоже вот интересный вопрос. Как нам научиться нырять глубоко? Ну, вообще, мне кажется, сюжетно должно это быть где-то дальше. Но, с другой стороны, странно давать задание на 20 плюс уровень, когда нас еще не научили нырять. Аж 70 метров. Ух. Аж 70 метров. Что-то застряло в той консоли под водой. Но мне не хватает воздуха, чтобы успеть разобраться. Где-то там какую консоль увидела. Так, ладно, давайте тут поднимемся. И потом тут же спустимся. Но, очевидно, это будет не в один заход все. Придется несколько раз понырять. Но, опять же, я зато сам могу ответить на свои вопросы и узнать, что нужно для того, чтобы я мог нырять, например, дольше и веселее. Так, бесшумные атаки. Бесшумные, бесшумные. Бесшумные всякие. Ну, слушайте, если этого нет в начале, вряд ли это будет где-то в середине. Бесшумные. Посмотрим. Так, а на зажатом стике можно плавать быстрее. Да я не успею вообще никак. Все, я уже не успел. Я сейчас погибну просто-напросто. Мне в одну сторону только хватает кислорода. Может, какие-то комментарии есть в задании на этот счет? Идите в руинах консоли охраны. Пара ученых карха хочет вернуться к мистероскопам, чтобы продолжить поиск реликвии. Правда в том, что... Мне кажется, что-то в особом снаряжении нам нужно будет иметь все-таки. А не то, что вот я тут сейчас пытаюсь выделывать. Но с одной стороны у меня почти получилось. Недоступно. Фиг знает почему. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да ты куда? Все. Поздравляю, мы впервые утонули. Так забавно тонет, конечно. Так, окей. Надо погуглить. Сейчас пока на паузу вставну. Узнаем, как долго плавать. Так, в общем, погуглил я. Да, действительно, мы получим специальную маску для дайвинга. Ровно в тот момент, когда продвинемся по основному сюжетному квесту. Который у нас еще пока, к сожалению, недоступен. Он написан 11 по счету. Считать, понятное дело, мы не будем. И будем надеяться, что рано или поздно мы сами до него дойдем. Вот, так что пока мы тут при всем желании ничего не сделаем от слова совсем. Поэтому придется пока оставить этот квест ненадолго. и телепортнуться куда-нибудь поближе к сюжетному и начать делать его. Ну, хотя бы добежать до него. Кабанчиков давно я не видел. А я снова пропустил день рождения дочери. Значит, здесь было жило и жутки на всякую. Вот почему мы уходим так далеко в неизвестность, которые... Это лучше, чем тачка на скучке. Так, 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 ближайший телепорт. Неизвестный костер. Вот известный костер. Рядом есть еще и столик этот, господи, как его для улучшений. Можно до него добежать. Да, все верно. Там еще и вопросик какой-то. И все-таки неплохо бы обзавестись уже ездовым животным. Так, близко оно. Отлично. Так себе защита. Только потому, что Илой метра шестьдесят на допрыгнуть не может. Ну да ладно. Поверстачим немножко. Можно ли улучшить лук наш суперохотничий? Нет, его пока нельзя улучшить. Хвост бритвы загонщикам не хватает. Но этого товарища мы еще даже не встречали. На сумке мне тоже пока никакие не хватает, к сожалению. А что нужно? Какой-то пекаре, кролик, пекаре, кролик, ящерица, гусь. Белка, о господи, гриф. Ну такие специфичные животные, куча птиц всяких. И причем все мелкое, как назло. Такое, что не сразу сходу найдешь. Ну я-то убегу. Так какое-то светилище интересно. А, вот это? Кажется, те трое в беде. Где кто? Успел. На здоровье. Урожай! Он не тронут. Все в порядке. Ты спасла нас. А главное, ты спасла наш урожай. Мы в долгу перед тобой. Элуй. Я даю. Хотите сказать, это весь урожай? Красная порча вокруг нас погубила большую часть. То немногое, что осталось, мы собрали у окраин полей. Куда вы идете? В песню долины. Туда ведет эта дорога. Боюсь, странники вроде тебя там редко бывают. У нас не очень жалуют гостей. Но если тебе нужны припасы или оружие, некоторые согласятся с тобой поторговать. Вот. Это немного, но я хочу тебя отблагодарить. Я не могу принять. Прошу. Добро посеешь, добро и пожнешь. Спасибо. Дайан, отправляйся. Скажи, что урожай у нас. И нам нужен лекарь. Иду. Пусть земля цветет перед тобой. И мне пора. Если дойдешь до песни долины, поешь с нами на северной чаше. Дайан там повар. Он так готовит, что сразу купить хочется. Постараюсь заглянуть, если смогу. Так, вернемся к исследованию. Ну, такое. Ладно, продолжим путь. Так, песня долины. Порча добралась до полей у Таро. Надо срочно восстановить гея. На этих полях растут ядовитые растения. Вот в чем дело там. Да, у них тут так-то обширные посевы. А вот и Зо с Вармой. Так, тут два квестика уже сразу нам попадаются. Я их, конечно, сейчас брать не буду пока. Нет, еще пробегусь. О, а вот я знаю, что я сделаю. Тут же можно поиграть. Далеко идти? А, нет, рядышком. Нет, нет. Лето наверх куда-то надо. Походу наверх все-таки. Ну да. Потому что здесь никого нету. А как туда попасть? А, я понял. На самый верх нужно подняться. И там мы уже сможем походить. Везде все посмотреть. Ну да. В остальном здесь поля, поля, поля. Мы все готовы помочь. Все, что захочем. Ух, Зо. Что ты? Вот и я, как обещала. И не. Значит, ваш хор собрался? Да, собрался. Без Варлы я бы не справилась. Но не уверена, что это поможет. В хоре нет гармонии. Пещера — это больная тема. Дух земли Фа так и не вернулась. И с каждым днем все больше машин-убийцы выходит оттуда и бросается на линию обороны, которую мы выставили у входа. Но это лишь часть фальшивых нот. Твоя просьба обнажила конфликт внутри самого хора и племени. То есть, часть вопросов мы уже спрашивали, судя по всему. Ты сказала, что без него ты бы не собрала хор. Что ты сделал? Некоторые участники хора отказались рассматривать твою просьбу. Они считают, что пещера только для духов земли. Но Варл дал идею сыграть на том, что ты сделала с Ре. Иногда мало самому просить наделенных властью. Нужно, чтобы и другие попросили за тебя. Мы рассказали всем о том, как ты помогла Ре. Возможно, даже слегка преувеличили. Интерес к тебе вырос, и люди убедили хор встретиться с тобой. Такой подход работал у нас с матриархами. И с моей матерью тоже. Пару раз. Неплохо. Политикой займешься ты. О, нет. Уверен, тебе все равно придется самой давить на них. Я понимаю, пещера священна, но почему столько шума из-за просьбы туда войти? Шум начался раньше. Многие в племени и большинство хора хотят продолжать делать то, что и всегда. То есть не делать ничего. Но другие требуют перемен. Или даже крайних мер. Твоя просьба лишь подлила масло в огонь. Ну да, традиции. Я с этим сталкивалась. Но каждое племя относится к ним по-своему. Возможно. Вы построили укрепление у пещеры? Деревянные заграждения. У нас нет каменщиков, как у Карха или Азеран. На самом деле машины сдерживают наши лучники. Каждый день отбивают все новые волны. Надеюсь, они выдержат. Что за машины выходят из пещеры? Стервятники и убийцы охотников. Но они сильнее тех, что мы видели раньше. Очень злобные. И светятся фиолетовым. Звучит знакомо. Ты уже сражалась с такими? Если верить твоему описанию, то... Да. В пещере может быть еще одна проблема. Дополнительный повод разведать, что там происходит. Итак, хор собрался. Что дальше? Они обсуждают твою просьбу. И когда мы с ними поговорим? Когда будешь готова? Не спеши. Их споры не скоро завершатся. Такие встречи длятся не один день. Тогда... Сперва пополню запасы. Кто знает, сколько машин будет в той пещере. Хор еще не разрешил тебе туда войти. Элой умеет быть очень убедительной. Посмотрим. Подготовь, что тебе нужно. Мы будем ждать наверху. Рядом с собранием хора. Ты цветок у тропинки любит. Никогда не видел. Чек спорить не о чем. А ты даже поговоришь. Да кто такие фейны не делал, чтобы решать, жить моим детям или умереть? Так, второстепеночки у нас тут. Которые, судя по всему, пойдут на следующую серию. Что еще у нас тут интересного? О, продавец брони. О, знахарь. Комплект на знахаре. Ничего себе. Но, опять же, интересный момент, что каждый комплект содержит какое-то отрицательное значение. То есть, вот здесь, типа, улучшенный урон, который мы будем получать от холода. Тут от электричества. Тут тоже от электричества. Ну, такое. О, да. Как тебе песня «Долины»? Отличное место. Хм. Да. Если тебе устраивает запах навоза. А, не слушай меня. Больше я никуда не уйду, обещаю. Я нужен здесь. Многим, кого схватили, пришлось хуже. Намного. Помогаем, чем можешь, Ив. Конечно. До твоих деяний мне далеко, но я стараюсь. Да поможет тебе, Вик. Эй, сюда! Элой! О! Элой, я хотел поблагодарить тебя за то, что спасла мне жизнь. Тут мало что есть, но обещаю, мои пайки помогут тебе сохранить силу в походе. М-м-м. За деньги, за масло. Ого, есть фиолетовые. Но мне не хватает на них. Хлебный салат. Провеждение брони при скрытой атаке. Восстановление. Здоровье. Ну, неплохо, неплохо. Пока ничего брать не будем. Надеюсь, ты знаешь, здесь тебя всегда с радостью накормят Элой. Спасибо, Дай. Вот сидят в трещики, уплетают. Да, ты не знаешь, трава и гола. Так, тут мы нашли, а вот тут не нашли. Ага, то есть, ну, на каждый лучик этот надо сходить. Детишки бегают. Так, нашли игру. Но вопросик еще не нашли. Может он наверху все-таки? Ну, типа на самом верху. Ну, куда выше-то? Откуда у детей столько сил? Есть куда выше. Алхимик. Правник. Понятно. Ясного тебе дня. Ты как? Представить хору чужезу. Стоять, раниться. То есть, я прям чуточку не могу дойти? Удара сейчас обещается. Все получится, Зо. Поверь. Угу. А встретишь ты изобилие. Не тут меня не пропустят. Ну, понятно. А, может я понизу посмогу? Да. Иди сюда, Петя. Хочу с тобой поговорить. Напоминает мне сердце матери в священном. Ты же Нора, да? Не видела их с тех пор, как была в приюте охотника. Разве Утару ходит так далеко на восток? Пришлось. За красками. Мне нравится, как разные племена получают новые краски из корней и растений. Удивительно, сколь многое можно выразить правильно подобранным цветом брони. Если интересно, у меня есть образцы. Ммм. Ну, понятно. В общем, покраситься можно. Чё это даёт? О том дне, когда богиня наконец заговорила с поклоняющимися ей Норой и сообщила, что отныне достаточно просто вести затворнический образ жизни. Они мне все одинаково не нравятся, если честно. Вот без краски нормально. Ну, вот это ещё. Чё так. Память Нора о морозном севере. Эти цвета напоминают в суровых условиях и холодах, в которых живёт закалённое племя Банук. Ну, пусть оно будет, мне важно. А, зажать надо. Как красиво. Работы красильщиков Тенакт лучше. Это не самое дружелюбное племя, но принеси их красильщикам растения или образцы и увидишь их навыки. Я буду иметь в виду. Чужая семка идёт в порт, что за новостью. Ну, они же прерываются. Правда? Собрание будет продолжаться. Знаешь, когда после гералины и удары... Так, ладушки, что у нас тут? Два второстепенных квеста, да? Хорошо. Ну, тогда сначала сохранимся. Уже сегодня вечером, когда сядем ещё погонять, то можно будет... Уже выполнить их. А потом вернуться к выполнению основы сюжетного квеста. Так что, на этом попрощаемся. Благодарю за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok